В современном мире нам приходится подписывать много документов. Часто мы даже не удосуживаемся их прочитать. Последствия таких необдуманных подписей могут быть самыми плачевными. Так произошло и с жительницей Славянска-на-Кубани, которую ввела в заблуждение сиделка. Вместо договора пожизненной ренты женщине дали на подпись договор дарения недвижимости. Восстановить закон стало возможным только после вмешательства в дело органов прокуратуры и суда. Говорят, что паспорт – самый главный документ в жизни человека. Самым же дорогим можно назвать документ, подтверждающий право на владение недвижимостью. В преддверии Международного женского дня Анастасия Фёдоровна Пасконина официально стала собственницей своего же жилья, которого чуть не лишилась из-за доверчивости. Пасконина Анастасия Фёдоровна обратилась осенью 2016 года. Когда она пришла достаточно в таком нервозном состоянии, я бы сказал критическом даже, она узнала осенью 2016 года, что её квартира, в которой она проживает со своим супругом, кстати, не более 60 лет в браке, супруг находится прикованным к постели, тоже является пенсионером, тоже является инвалидом, она второй группой, он первой группой. И она впервые в 2016 году узнала о том, что их квартира, она передана другому человеку. По заявлению потерпевшие органы прокуратуры обратились в суд. Судебное решение подтвердило незаконность сделки. После снятия обеспечительных мер, направленных на сохранность недвижимости, в торжественной обстановке в Славянской межрайонной прокуратуре сотрудники многофункционального центра Славянский вручили потерпевшие документы, подтверждающие её право собственности на недвижимость. Для нас защита прав пенсионеров – это приоритетное направление. Мы, Международная прокуратура Славянская, выступила в ваших интересах. А если бы не вы, ничего бы не получилось. Мы признали договор дарения недействительным. И теперь квартира возвращена вам обратно. Поэтому я вас прошу, теперь внимательно подписывайте все документы вдумчиво. Да я уже, наверное, ничего не буду подписывать. Вы понимаете? Это тоже правильно. Эта история закончилась хорошо. Но чтобы подобное не происходило, необходимо в первую очередь внимательно читать каждый подписываемый документ. А если возникают сомнения, лучше всего проконсультироваться со специалистами. В вопросах документов спешка и доверчивость – не лучшие союзники. Мария Горошкова, Александр Косицын, программа «События».